Всем привет! Продолжаем тему IP-видеонаблюдения. В этом видео я вам покажу основные настройки IP-видеорегистратора. То есть это настройка архива, тома, качество записи, записи по расписанию, настройка детекции и другие основные настройки. То есть я вам покажу оптимальные настройки данного видеорегистратора и вообще как я рекомендую настраивать систему видеонаблюдения. Итак, я подключил видеорегистратор, подключил камеру через роутер, сделал основные сетевые настройки. Как настроить сеть и подключить камеры к этому регистратору у меня есть в отдельном видео, ссылка будет в описании. Давайте установим язык русский, во-первых. Это главное меню, System, General и здесь выбираем русский. На самом деле перевод прошивки у этого регистратора в каких-то случаях не совсем правильный. То есть бывает и кривой перевод. После того, как мы сделали какие-либо настройки, всегда устройство перезагружается. Так, устройство перезагрузилось. Мастером настроек мы пользоваться не будем, потому что уже камеры подключены. Все остальные настройки уже мы будем делать без мастера, а через меню. Так, у нас уже все на русском. Дальше давайте настроим первым делом дату и время. Настройка, общая. И, соответственно, в этом окне часовой пояс по умолчанию стоит Пекин, что неудивительно, поскольку регистратор китайский. Ставим наш часовой пояс. Это Багдад, Кювейт, Москва. Далее формат даты. Можно поставить летнее время. Формат времени 24-часовой. Ставим системное время, дату и время. То есть это 17 марта 2018 года и текущее время. Время у нас по умолчанию уже идет правильно. Кстати, в самом видеорегистраторе идет батарейка, элемент питания 2032, как в компьютере в материнской плате. Именно она и отвечает за сохранение вот этих настроек. Поэтому ее периодически надо будет заменять. Дальше давайте настроим жесткий диск на видеорегистраторе. Жесткий диск мы уже установили в видеорегистратор. Это у нас ноутбучный Western Digital на 500. Далее, чтобы настроить жесткий диск, переходим в главное меню, управление и управление жестким диском. Первым делом нам нужно его отформатировать. Вот мы видим, он тут у нас отобразился. Нажмем кнопку форматировать. Согласуемся, что все данные будут потеряны. Нажмем ОК. Форматирование завершено. Далее можно настроить раздел. Это будет раздел для записи. То есть это будет весь объем жесткого диска. Изображение раздела не трогаем. Опять же, когда мы задаем раздел, видеорегистратор перезагружается. После того, как мы создали раздел, также переходим в настройку жесткого диска. И здесь обязательно должен стоять тип чтения и запись, чтобы видеорегистратор мог записывать и считывать запись с жесткого диска. Потому что можно поставить только чтение. При этом будет доступен только просмотр записи, а сама запись остановится. Также сведения о жестком диске можно посмотреть в главное меню. Сведения и сведения о жестком диске. То есть время записи, тип емкости можно переключить. Дальше давайте посмотрим настройки записи по расписанию. Это главное меню. Пункт меню запись. Записи. Вот у нас сейчас стоит ручной тип записи. То есть мы стартуем запись по кнопке. Можно перейти на расписание и установить, к примеру, неделю. То есть конкретный день или все дни. И задать периоды. Всего можно задать 4 периода. Расписание настраивается для каждого канала отдельно. Дальше очень важная настройка. Это настройка качества видео. Либо компрессии. То есть переходим в главное меню. Настройка. Компрессия. И вот здесь, опять же, для каждого канала мы задаем качество записи. То есть это разрешение. Мы оставляем максимально 1080p. Число кадров. Также максимально нам доступно 18 кадров в секунду. Тип компрессии CBR. Потому что при типе компрессии CBR мы можем еще битрейт настроить. При типе компрессии CBR битрейт уже идет по умолчанию. Далее формат сжатия у нас H264. Он единственный доступен. Ну на этом все. Также тип качества мы можем установить только при типе компрессии CBR. Ставим. Прекрасно. Это, кстати, самое лучшее качество. Когда в CBR стоит битрейт 6248. И качество прекрасно. Жмем ОК. В данный момент у нас установлены самые высокие настройки качества. Вот как мы видим, качество довольно хорошее. Напомню, это камера 2-мегапиксельная. Фокусное расстояние 22,8 мм. Ссылка на камеру будет в описании. В прошлом видео я тестировал эти камеры. Они недавно мне пришли. Также я забыл показать вам очень важную настройку. Я ее должен был показать в самом начале. Это изменение количества каналов видеорегистратора. Всего доступно на нем 4 канала. Но это количество может быть увеличено до 8. За счет потери качества каждого канала. Чтобы это настроить, переходим в цифровой. И нас интересует пункт меню режима канала. Вот здесь мы переключением вот этой галочки можем увеличить общее количество каналов до 8. Но при этом качество каждого канала не может превышать 960p. Мы в данном случае этого делать не будем. Оставим 4 канала при максимальном качестве 1080p. Как у нас сейчас сделано. То есть это наивысшее качество. После этих настроек мы в принципе готовы начать запись. Чтобы начать, нам нужно нажать кнопку внизу. Запись всех каналов. Появляется вот такой значок в виде кассетки. Это означает, что запись идет. Как я и говорил ранее, мы можем начинать запись вручную. Также настраивать расписание. И есть еще такой тип старта записи. Это по тревоге. То есть по обнаружению движения. Чтобы это настроить, переходим в главное меню. Тревога. Детекция. И для каждого канала мы можем включить обнаружение движения. Можно настроить порог чувствительности. Далее задать область. Можно всю область. Можно только какие-то конкретные поля. Далее период, интервал, задержка и так далее. У нас поскольку уличная камера. Я тут не вижу смысла включать обнаружение движения. Поскольку на улице постоянно какое-то движение происходит. А вот в помещении эта функция очень полезна. Итак, мы рассмотрели запись по детекции. Теперь давайте перейдем к воспроизведению. Чтобы начать воспроизведение, переходим в главное меню. Запись. Воспроизведение. И открывается проигрыватель. Как мы видим, внизу у нас есть временная шкала. То есть такая линейка. Выбираем дату. На этой шкале выбираем время, которое нас интересует. И открывается запись. Также при помощи вот этих кнопок, кнопок проигрывателя, мы можем замедлять, ускорять запись, проигрывать в обратном направлении. А также обрезать и редактировать. Все видео у нас сохраняются отрезками. Вот справа мы видим эти отрезки и их размер. Чтобы перейти в просмотр этих файлов, мы жмем кнопку со стрелочками. Максимальный размер файла в нашем случае задан 1 гигабайт. Это примерно минут 30 видео в данном качестве. Далее перейдем к очень важному моменту. Это архивация записи. Или как сбросить архив на флешку или USB-носитель. Например, внешне жесткий. Для этого жмем снова эти стрелки. Получаем список наших файлов. Поскольку мы запись ведем недавно и останавливали уже ее. Поэтому у нас сейчас два файла. Один размером. Вот внизу мы видим 195 тысяч килобайт. Это 195 мегабайт. И 123 соответственно. К примеру, давайте остановим сейчас запись. То есть выйдем из режима воспроизведения. Нажмем остановить запись. Теперь нажмем снова начать запись. Чтобы у нас два файла уже окончательно сформировались. И начал записываться третий. Далее заходим в воспроизведение. Переходим к списку. Вот видим у нас создался только что третий файл. А эти два файла мы сейчас скинем на флешку. То есть отмечаем их галочками. И у нас появляется кнопочка архивация с жестким диском. Если мы ее нажмем, у нас будет поле пустое. Поэтому мы сейчас вставим флешку в видеорегистратор в свободный USB порт. Итак, флешку мы вставили. И вот она у нас отобразилась. Вот убьем ее. И просто жмем кнопку архивации. Далее выходит вот такое окно. Соответственно, начало записи, завершение записи и длина. То есть размер файла. Так, формат H.264. Можно в OVI. H.264 на компьютере может потребовать конвертации. Поэтому можно сразу сохранить в OVI. Чтобы просматривать запись на компьютере. Жмем старт. На самом деле в H.264 копирование идет гораздо быстрее. Поскольку в данном случае у нас еще одновременно преобразование в OVI происходит. Архивация завершена. И наши записи у нас на флешке. Также мы можем скинуть абсолютно все записи с нашего жесткого диска, который в видеорегистраторе, на USB-носитель. Для этого переходим в главное меню. Переходим в меню запись. Архивация. И в этом окне эту операцию можно сделать. Также, чтобы посмотреть все записи на жестком диске, можно просто достать жесткий диск из видеорегистратора. Подсоединить его к компьютеру. И они там будут в формате H.264. Как преобразовать формат H.264 в OVI у меня есть в отдельном видео. Также мы можем настроить видеорегистратор таким образом, чтобы на жестком диске оставалось свободное место. Для этого мы можем настроить удаление старых файлов. Это главное меню управления, автофункции и автоматическое удаление старых файлов. Сейчас стоит никогда, то есть жесткий диск весь забивается и начинается его перезапись. Мы можем настроить удаление. Жмем настройка. К примеру, два дня назад поставить. После того, как мы настроили видеорегистратор, я первым делом рекомендую сделать экспорт настроек. Делается это главное меню управления, импорт-экспорт. Наше устройство сейчас подключено. Это наша флешка. На ней создана директория. Имя файла конфигурации. Жмем экспорт. Экспорт успешно завершен. Таким образом, если настройки слетят, можно через эту флешку их восстановить при помощи импорта настроек. Далее, что немаловажно, можно создать второго пользователя или группу пользователей. То есть тех лиц, кому вы хотите дать доступ к видеонаблюдению. Для этого есть пункт меню. Учетные записи. У нас сейчас две учетные записи. Это админ и пользователь. Здесь можно создать группу пользователей, также пользователя. Назначить ему пароль и права. Давайте сейчас поменяем права нашему пользователю. Вот его имя, дефолт. Можно ему назначить пароль. Пусть он будет пока без пароля у нас. И отредактировать его права. Чтобы поменять права пользователя, права вообще создаются на группу. То есть жмем изменить группу. И вот здесь все права есть. Это архивация, расписание, управление жестким диском и так далее. На самом деле тут много чего можно ему разрешить. Можно запретить. Все визуальные настройки видеорегистратора, его интерфейса. Можно настроить пункт меню «Экран». Яркость, контраст, насыщенность и так далее. А также пункт меню «Экран в управлении». Либо настройка «Дисплей». Вот здесь мы можем менять имя канала. Поменять разрешение. У нас, поскольку большой телевизор сейчас подключен к видеорегистратору, у нас стоит самое большое разрешение. Так, на этом вроде все. Еще стоит сказать про прошивку. То есть про встроенное по... Можно посмотреть его версию. Это пункт меню «Версия». Версия прошивки. Также, чтобы обновить прошивку, заходим в «Управление», «Обновление» и через флешку обновляем прошивку. Ссылка на прошивку у меня есть в отдельном видео, где мы настраивали, где мы подключали этот видеорегистратор. А так, в принципе, эта прошивка обновляется очень редко. Лучше ее не трогать, потому что если некорректный файл прошивки подгрузить, то видеорегистратор может слететь. И восстановить его обратно будет уже невозможно. Также можно сбросить настройки здесь же, в пункте «Управление». Вот это все были основные настройки, которые необходимы для функционирования системы видеонаблюдения. На самом деле у этого видеорегистратора еще множество других настроек. Это управление поворотными механизмами, настройки служб, компортов и так далее. Эти более тонкие настройки мы рассмотрим в отдельных видео. Например, в одном из следующих видео я вам покажу, как производить запись на FTP-сервер с данного видеорегистратора. Ссылка на данный видеорегистратор будет в описании к видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии. В дальнейшем я буду развивать тему IP-видеонаблюдения на моем канале. Поэтому следите за новыми видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok